Иван Третий Иван Третий, безусловно, один из самых выдающихся деятелей русской истории. Это был великий человек. Здесь сразу возникает вопрос, кого в истории мы можем назвать великим? Я считаю, что великий человек – это прежде всего созидатель. То есть человек, который создает нечто общезначимое. То, что имеет значение, позитивное значение для многих. И вот Иван Третий, безусловно, выдающийся созидатель русской истории. Он создал ни много ни мало, он создал единое русское государство. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Одним из самых выдающихся достижений Ивана Третьего в области собирания русских земель было, конечно, подчинение присоединения Новгорода. Новгород – это один из самых оригинальных, интересных русских политических центров. Новгород имел свою собственную политическую систему, которую принято называть Новгородская Боярская Республика. Но Новгород не имел своей армии. Вообще, это удивительная история. В принципе, покорить Новгород было достаточно просто, потому что у него не было своей армии, он не располагал каким-то высоким военным потенциалом. Новгородцы вообще не любители были войны, но новгородцы были прекрасные дипломаты. И они умели построить международные отношения в регионе таким образом, что подчинить Новгород, завоевать Новгород никто друг другу не давал. То есть, как только Москва или Литва, или Швеция начинала подчинять себе Новгород, как все остальные страны объединялись на помощь Новгороду. Все хотели, чтобы Новгород оставался независимым, потому что тот, кто покорит Новгород, это был, так сказать, слишком жирный кусок. И вот Иван III долгое время присматривался к этой проблеме. Борьбу за присоединение Новгорода начинал еще Василий Темный. В 1456 году был заключен между Москвой и Новгородом так называемый Яжелбицкий мир, по условиям которого Новгород лишался самостоятельной внешней политики. Но это был первый шаг. Второй шаг был сделан уже при Иване III. Это знаменитый поход на Новгород 1471 года. Московские войска и сам лично Иван III направились к Новгороду. Было несколько стычек, в частности, знаменитая битва на реке Шелонь летом 14 июля 1471 года. Битва на Шелоне, в которой московскими полками командовал известный полководец Данил Дмитриевич Холмский. Новгородское войско было разбито, рассеяно. И после этого новгородцы начали переговоры. Но Иван, человек крайне осторожный и неторопливый, он оставил им их систему управления, то есть вечи, деление города на концы, Тысяцкий, посадник и так далее. Он сказал, пусть пока остается, но все основные решения вы будете принимать, только согласовав с Москвой. Ну, хорошо. Но потом прошло еще некоторое время, и начинается борьба уже на религиозном направлении. Дело в том, что ведь Иван III был не только прекрасный дипломат, но он был еще большой мастер социальной демагогии, того, что мы сейчас называем социальной демагогией. И он начинает поднимать шум по поводу того, что новгородцы якобы готовятся изменить православие, что новгородский архиепископ едет на поставление к литовскому митрополиту, а литовский митрополит на самом деле униат, то есть не настоящий православный, а уже изменник православия. Еще одна, так сказать, тонкость этой борьбы за Новгород состояла в том, что Иван III хотел представить себя как справедливый судья. Он, обращаясь к новгородцам через своих представителей, своих послов, говорил, что у меня есть право судить новгородцев. Это древнее право, и я его хочу использовать. Пожалуйста, все, кто хотят принести какую-то жалобу, обращайтесь, я все буду разбирать. И вот с этой целью, как верховный судья, он в 1475 году поехал в Новгород, и получилась интересная ситуация. То есть оказалось очень много обиженных, простых людей, обиженных новгородскими боярами. И Иван решал эти споры в пользу бедняков, потому что ему нужно было завоевать поддержку вот этой бедняцкой части Новгорода. Ну и в результате действительно получилось так, что очень много новгородцев обратились к нему как к верховному судье, он сказал, я разберу это, и начинаются аресты, аресты новгородской правящей верхушки, якобы за какие-то преступления, которые они совершили против бедняков. Но на самом деле Иван, конечно, не очень беспокоился насчет бедняков, но ему нужен был повод для того, чтобы арестовать новгородскую знать, вот тех самых бояр, которые ориентировались на Литву, и которые всячески пытались препятствовать присоединению Новгорода. Но постепенно все это продвигалось вперед, и вот уже зимой 1478 года, в результате второго похода на Новгород, новгородцы признали себя побежденными, Иван приказал снять вечевой колокол, впредь новгородская политическая система аннулировалась, и Новгород оставался просто провинцией московского государства. Им управляли московские дьяки, и таким образом эта проблема, историческая проблема объединения Новгорода и Москвы, она была решена. И вот присоединив Новгород, Иван получил, конечно, огромный и финансовый потенциал, а главное уверенность в том, что он может идти дальше по этой дороге. А дальше эта дорога объединения Руси, она шла к Твери. В 1485 году московские войска направились к Твери, последний тверской князь даже не сопротивлялся, он бежал, бежал в Литву, и тверские бояре на следующий день открыли ворота Ивану Третьему, поклонились ему, и таким образом Тверь без боя, без кровопролития вошла в состав московского государства Ивана Третьего. Ну и, наконец, еще одним последним крупным таким вот успехом во внутренней деятельности Ивана Третьего это присоединение Вятки. Вятка – это огромная территория где-то между Волгой и Уралом, которая славилась, ну, прежде всего, пушниной. Это огромные леса, которые богаты были пушным зверем. Кроме того, Вятка – это была боярская республика, она жила тоже на принципах самоуправления, и она была как бы филиалом Новгорода. Поэтому для Ивана важно было эту независимость Вятки ликвидировать и использовать эти территории не только для промысла, но и как трамплина, как плацдарма для нападения на Казань, потому что Вятская земля сверху, с севера нависала как бы над Казанью. И Иван думал уже о том, что надо будет кончать с Казанью, но для этого нужно окружить ее территориями, которые подчиняются Москве. Вот таким образом шло медленное, но настойчивое собирание русских земель, объединение русских земель вокруг Москвы, ну и руководителем этого процесса был великий государь, государь всея Руси, Иван Васильевич Иван Третий. Иван Третий очень много сделал для укрепления русской армии. Он создал дворянское ополчение. Дворянское ополчение, которое долгое время оставалось основой русской армии. Что значит создал дворянское ополчение? Ну, здесь можно вспомнить о том, что дворянин – это человек, который получает поместье. Получает поместье с крестьянами, которые живут там, и крестьяне платят дворянину оброк. И вот для того, чтобы обеспечить своих дворян поступлением оброка, нужны были крестьяне. Но крестьяне могли появиться только когда мы освобождали какую-то территорию. Понимаете, тут была сложная ситуация, об этом можно долго рассказывать, но во всяком случае, значит, вот Иван Третий сумел после присоединения Новгорода новгородские земли разделить на небольшие поместья, эти поместья раздать своим слугам, и таким образом появилось на свет дворянское ополчение. Дворянское ополчение, которое служило государю, было ему предано, и в то же время оказалось очень боеспособной силой. Возникает вопрос, откуда Иван брал деньги? Потому что все его проекты, конечно, были очень дорогостоящими, и сама по себе армия требует больших денег. Ну, надо сказать, что здесь, во-первых, ему, конечно, везло. Везло в том отношении, что за все 40 лет правления Ивана Третьего, 40 с небольшим, не было никаких страшных стихийных бедствий. Не было эпидемии чумы, которая иногда опустошала просто целые районы. Не было голода. Более-менее природные условия были нормальные. И это, конечно, ему создавало благоприятные условия для деятельности. Но он раздобыл деньги в Новгороде. Когда он присоединил Новгород в 1478 году, то он приказал вывезти оттуда огромное количество серебра, золота, которое новгородские купцы, новгородские власти накопили за многие годы. В тайниках, в огромном соборе Святой Софии, там в стенах были ниши, тайники, куда новгородцы прятали свои сокровища. И вот, значит, специально была проведена целая работа по поиску этих тайников. Иван их нашел, вывез все в Москву. Перестали платить дань Орде. Дань была очень высокая, тоже денег прибавилось. Ну и, конечно, ему хотелось найти свое серебро. Золото в то время вообще как-то мало котировалось, а вот серебро, это был такой самый ходовой металл. А у нас в центральной части России нет ни своего золота, ни своего серебра, ни своего свинца, ничего нет. Природных ресурсов вот в центре России ничего никаких нет. Значит, надо было их где-то искать. И вот Иван нанимает немецких специалистов, как их называли, рудознации, то есть знающие руду. И говорит им, что вот поезжайте на север, я слышал, что там на севере, на северном Урале есть какие-то серебряные рудники. Местные жители часто выходят с серебряными слитками на, так сказать, рынке. Поезжайте туда, посмотрите, найдете, я вас разолочу, если найдете нам серебро. И вот целая экспедиция, значит, это было как раз в 1492 году. Целая экспедиция отправилась туда, на север. Они пробыли там полгода, немцы, ну, в сопровождении наших, естественно, так сказать, воинов. и они нашли там серебро, на реке Усть-Цильма, это очень далеко на севере, это приток Печоры, они нашли там серебряные рудники. Доложили в Москву, что найдено серебро. Радость была неописуемая. Иван приказал отправить туда целую команду рудокопов, чтобы начать разработку. Они начали, но оказалось, что эти запасы очень невелики, они быстро иссякли. Но это показывает, как шел непрерывный поиск каких-то средств, пополнить казну, потому что, конечно, финансы были для него вопросом жизни. Вот некоторые особенности внутренней политики. Конечно, армия, конечно, финансы, ну и, конечно, идеологическое обоснование всего того, что делалось. Иван думал об этом много, и уже при нем появляется вот эта идея, которую мы сейчас обычно формулируем как Москва-Третий Рим. Москва-Третий Рим, еще один из московских книжников, митрополит Зосима в конце 90-х годов говорил о том, что да, Москва-Третий Рим. И вот Иван Третий, он эту идею всячески поддерживал. Он считал, что она обосновывает историческую роль России. И в этом отношении он был, конечно, прав, потому что такая страна, как Россия, должна была иметь свою идеологию. Можно было думать о том, насколько она будет, так сказать, церковной или светской, но во всяком случае сама по себе стратегическая идея обоснования России как великой империи, как великого государства. Эта идея возникла при Иване Третьем. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова